Устав Щелковского района с изменениями и дополнениями, принятый на очередном 45-м заседании Совета депутатов, важнейший документ для района. Формирование органов власти в муниципалитетах на новых принципах, необходимость, диктуемая дальнейшей работой по улучшению системы управления, повышению быстроты принятия решений и эффективности их исполнения. Поэтому уточнению всех изменений и дополнений в устав при их подготовке уделялось особое внимание. В последней редакции у нас учтены предложения, которые поступили на публичных слушаниях, а также те замечания, которые были получены из Министерства юстиции Московской области и обсуждались на комиссии Совета депутатов. По новому власть в районе будет формироваться не сейчас, а в 2019 году, когда закончится срок полномочий нынешнего Совета депутатов. Формирование Совета депутатов в нашей редакции теперь в уставе будет из 30 депутатов. Формироваться он будет из глав поселения и двух депутатов от каждого поселения. И глава будет по конкурсной основе назначаться и возглавлять исполнительную власть в том числе. Депутаты утвердили порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда. Речь идет о служебных помещениях, об общежитиях, о маневренном фонде, жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Депутаты согласились с предложенной формулировкой, которая определяет, что таким жильем могут обеспечиваться граждане, не имеющие никакого другого жилья в нашем районе. Четко прописаны и категории жителей, которые ни при каких условиях нельзя выселить из специализированного жилья. Также на рассмотрение депутатов была представлена информация о состоянии похоронного дела. На бюджетном обеспечении в районе находятся два межпоселенческих кладбища, 14 сельских и три кладбища, расположенных в Щелкове. Вот то, что мы сегодня заслушали информацию о состоянии похоронного дела, это реализация одной из программ в Щелковском муниципальном районе. И, в принципе, мы считаем, что по сравнению с прошлыми периодами здесь есть улучшения. Ну и, естественно, есть какие-то моменты, на которые нужно обратить внимание. Для нашего района, где всегда было и остается много военнослужащих, важным остается вопрос предоставления им социальных гарантий. Депутаты заслушали информацию об их социальной защите. На сегодняшний день в городском поселении Щелково предоставлено 99 арендуемых жилых помещений, имеющих статус служебных жилых помещений. Для проживания военнослужащих членов семей в микрорайоне Чкаловский предоставлено 27 квартир, микрорайон Бахчеванджи 28, микрорайон Чкалова 7, 40, Жигалова 2, микрорайон Центральный 2. Помимо того, по информации в городском поселении, она также вставляется в предоставлении жилых помещений для проживания военнослужащих членов их семей. Эта информация была нам доведена до сведения, правда мы попросили еще разъяснения, ряда вопросов. Но самое главное, что закон о статусе военнослужащего, он реализуется на территории Щелковского района и такие гарантии даются военнослужащим. Андрей Цеханович, Михаил Черепанов, телерадиокомпания Щелково.